Папа Франциск снова провел общую аудиенцию из папской библиотеки. В этот день он вспомнил о 25-й годовщине энциклики Иоанна Павла II «Евангелие жизни». В ней подчеркивается фундаментальное право человека на жизнь. Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Это само по себе имеет ценность, это имеет неоценимое значение. К сожалению, нападение на достоинство и жизнь людей продолжается и в нашу эпоху, которая является эпохой всеобщих прав человека. Действительно, мы сталкиваемся с новыми угрозами и новым рабством, и законы не всегда защищают самую слабую и уязвимую человеческую жизнь. Папа Франциск напомнил, что после Благовещения Мария немедленно отправилась помогать своей кузине Елисавете, которая была беременна. Человеческое достоинство не является абстрактным понятием, но оно всегда проявляется в человеке из плоти и крови. Недавно зачатом ребенке, бедном человеке, одиноком и обескураженном пациенте или в человеке в терминальном состоянии. Достоинством обладает тот, кто потерял свою работу или не может найти ее, или мигрант. Святейший Отец говорил о том, что человеческое достоинство – это не идеология, а реальность, которая требует конкретной реакции всего человечества, а не только христиан. Мы осознаем это все больше и больше в тот период, когда эпидемия уносит жизни многих людей. Через заступничество Марии мы молим Господа о жизни, чтобы Он положил конец этой угрозе смерти и вернул уважение каждой жизни в сердцах всех людей. Энциклика Иоанна Павла II «Евангелие жизни» говорит о важности уважения человеческого достоинства. 25-е годовщина ее издания дает возможность вновь открыть для себя этот текст, тем более, что он охватывает темы, которые до сих пор обсуждаются, в том числе аборты и эвтаназию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова